Вся прелесть URM, кроме всего описанного ранее, стандартизации, когда все методы, события и так далее создаются автоматически в момент описания сущности. И неважно, работаете ли вы с URM-сущностью Нидра Битрикса, разработчиком решений из маркетплейса или созданной вами сущностью. В любом случае, вы получите API, которая будет иметь 9 событий, стандартизованные методы для добавления, удаления, обновления сущности и ряд вспомогательных, которые имеют четко стандартизованный набор параметров. Мы с вами все это уже рассмотрели. И теперь самое время рассмотреть главный вопрос. Как же мы можем создать сами свою сущность URM, чтобы также были все эти прелести? Все методы добавления, удаления, обновления, все эти события. Без практического примера здесь нам не обойтись. Разберем на примере полноценного модуля. У нас модуль, в котором в папке lib находится описание URM-сущности, а также при установке модуля создается таблица в базе данных и копируется компонент. Смотрим описание нашей URM-сущности. Мы описали некую абстрактную таблицу, где есть id, asbn, title, publish date. Такая таблица может описывать справочек книг, например. Здесь у нас класс URM-table, унаследован от Data Manager. Обратите внимание, что имя файла при этом должно быть без table, то есть просто URM.php. Это сделано специально. Это правило наименования файлов в случае, если внутри лежит класс, описывающий URM-сущность. В данном классе у нас есть метод getTableName, в котором указано имя таблицы, которую мы описываем. И самое главное – обязательный метод getMap, в котором мы описываем все наши четыре поля. Обратите внимание, что метод getMap возвращает массив объектов. Есть вариант, когда данный метод может вернуть массив массивом, где каждый вложенный массив описывает поле. Данный вариант считается устаревшим. ID у нас является числом, поэтому мы используем класс IntegerField. Отметили, что данное поле является первичным ключом. Если мы отметили primary, то в данном случае поле автоматически будет обязательным для заполнения. Но согласитесь, что будет неудобно, если при добавлении элемента нам придется в обязательном порядке еще и передавать ID элемента. При этом первичный ключ должен быть уникальным. А это значит, что мы еще как-то должны умудряться передавать уникальные ID элементы. Поэтому для этого есть флаг AutoComplete. Если мы его установили, это значит, что при добавлении новой записи не нужно требовать от разработчика установки значения для данного поля. То есть оно автоматически будет заполнено без его явного указания при добавлении. Поле ISBN у нас является объектом класса StringField, то есть строкой и отмечено, что данное поле является обязательным для заполнения. На это нам указывает параметр Recurped. Далее поле Title также является строкой. И последнее поле PublishDate здесь у нас объект DataField, так как это поле является датой. Все, мы описали нашу сущность. Теперь у нас уже есть все необходимые методы для работы с нею и нашими девятью событиями. Чтобы все это работало, нам только достаточно установить наш модуль. Теперь проверим, как у нас все это работает. При этом мы будем работать с URL сущностью, созданной нами. Рассмотрим файл установки модуля. Отмечу важное в данном примере. В методе InstallFiles мы копируем компонент подготовленный, с примером в папку с компонентами Bitrix в свое пространство Академии. В методе UninstallFiles мы удаляем эти файлы. В методе InstallDB у нас создается таблица, которую мы описали. В методе UninstallDB мы удаляем нашу таблицу при удалении модуля. Прошу обратить внимание на методы, которыми выполняем скейт запросы. Они целиком реализованы на D7. Чтобы проверить работу событий, мы зарегистрируем обработчик события, который произойдет при добавлении элемента нашей сущности. Код регистрации у нас размещается в методе InstallEvent. Ну а при удалении модуля вызываем метод UninstallEvent, который снимает регистрацию обработчика событий. Сам обработчик событий у нас находится в данном файле. Мы до демонстрации его работы просто выведем пришедшие в него параметры и поясняющий текст. Эта информация будет выведена в момент, когда сработает обработчик события. Теперь рассмотрим наш демонстрационный компонент. В нем мы сначала добавляем один элемент сущности, а потом выводим список всех элементов нашего ORM сущности. Как вы могли обратить внимание, мы добавляем только три поля. Так поле ID у нас заполняется автоматически. Мы это все настроили при описании сущности. И событие у нас должно срабатывать до нашего get-листа, так как оно произойдет при выполнении метода add. Произвольную установку модуля. Установка произошла. При этом наш компонент шаблонным помолчанием был скопирован, а также зарегистрировано событие. Открываем страницу, на которой мы предварительно разместили наш компонент. И что мы видим? Видим, что тут у нас вывелся дам данных, которые были добавлены. То есть у нас тут отработало событие. А ниже выведенные данные, это уже наш get-list отработал и в шаблоне компонента вывелся дам.